Доброе утро, друзья! Это Анапа, администрация города Курот Анапы. И сегодня у нас уже 10 июля, и сегодня я вам хотела рассказать о нашей Камке. Камка это вообще отдельная тема для разговора. Не буду вас пугать градусами на улице, но на самом деле сейчас 23 градуса тепла. Доказательство вот оно. О Камке можно разговаривать бесконечно, но самое важное, что вы должны знать о нашей Камке, это то, что это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Наша Камка на самом деле лучше, чем ее представляют, но именно Камка. И вы знали, например, что у Камка нет такого слова вообще, и что это разновидность водорослей. А какие именно, я вам расскажу сейчас, как раз пока мы гуляем в сторону Маурли. Я специально для вас сегодня ночью не спала. Для меня еще не доброе утро, для меня еще доброй ночи нет. И, кстати, радует особенно то, что вроде как место пустое, но при этом я все чувствую вообще защищенность и спокойствие. Потому что рядом очень-очень много полиции, и это здорово. Так, давайте сначала узнаем, что такое Камка, с чем ее ведят. Ой, это вообще прям будет отдельная тема. Потому что мы даже ее название до сегодняшнего дня, многие из вас, я думаю, что процентов 95, я и сама была из этих же людей, которые даже не знали, что такое Камка, и вообще, какое у нее на самом деле название. Так вот, Камка нет такого понятия, еще раз повторюсь. И я вам расскажу, какие водоросли у нас вообще в Адапе водятся. Не только на песчаном пляже, но и на Камерах. Так вот, одно из самых чистых на всем побережье – это наша Анапа. Вот как бы смешно ни звучало. Но многих отдыхающих интересует в один вопрос, когда же цветет море в Анапе. И вот однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно, поскольку каждый год – это разное время, разный период. Обычно начинается цветение с середины июня до середины августа. Но бывает, это и происходит, что в августе и сентябре, то есть даже до сентября бывает, доходит цветение. Внешне напоминает вода, как мы уже с вами это прекрасно знаем, кисель. Но почему же она цветет? Причиной происходит, конечно же, нагрев температуры воды. И вода прогревается до 24-26 градусов. Причем начинается там, где глубина меньше, а слабое течение, к сожалению, не справляется с естественным самоочищением. Это может случиться и в июле, и в июне, если жара держится долго, и также сухая погода. Но это же у нас зеленая тима, которая образует камковую грязь. Вот опять-таки камковую, да? Мы потом узнаем, что камки нету, и узнаем нормальное настоящее название этого природного явления и этой водоросли. И цвести начинает море примерно к середине сентября. Трудно загорать данный период, поскольку воздух насыщается сероводородом и становится трудно дышать. Да, и море напоминает само по себе болото от черного до густо-зеленого цвета. Да, есть такое дело. Конечно, когда начинает свисти море, это неприятно, ведь вода становится мутной из-за огромного количества мелких водорослей. Но водоросли обладают целебными свойствами. Слава богу, хоть что-то есть в этом хорошее. И, соответственно, медицина давно показана ценность камки, поскольку в ней находится вся таблица Менделеева. Но, мало того, морские водоросли не токсичны, они еще и целебны. То есть благотворное влияние оказывает на организм болеющих бронхитами, ревматизмом, радикулитами, заболеваниями опорно-двигательной системы. Но, если в любом случае вас не устраивает цветение моря, всегда можно отправиться на пляжи Суко, высокого берега, там, где нет песчаного дна. Но это еще не все. Давайте теперь мы наконец-то узнаем, как же все-таки на самом деле называется наша водоросль. А называется она Кладофора. Вот так вот, Кладофора. Теперь вы знаете, как называется зеленая камка. Кладофора – это ничатые зеленые водоросли. Собственно, да, это и похоже по строению тех самых водорослей. Стоители распространены в морских, солоноватых и пресных водах. То есть данный вид водорослей может встречаться и на пресноводных водоемах. Сейчас вот немножко будет громко, потому что мы увидим как раз уборку пляжа и камки. Да ладно, они хотят украсть мой контент. Друзья, я впервые вижу, как утром трактором убирают камку с моря. Но все-таки я буду на пляже не одна, я уже вижу женщину купающуюся. Что мы должны знать еще об этой водоросле? Теперь я буду рассказывать своими словами, потому что много информации я фильтровала для себя. Ой, блин, да, у меня походу контент забирают. Действительно трактор проезжает, чистит. А еще ведь вчера вечером ночью мы с Юрой пытались в темноте разглядеть эту камку. Сейчас вы ее уже видите выброшенную на берег. И тут уже начинается разложение этой камки, этой кладофоры, потому что она начинает испаряться и в воздуховыделение идет сероводорода. Так вот, эта камка, она появляется, как мы уже с вами узнали, под воздействием солнца и тепла. Но не только это влияет, да, соответственно, на ее появление. Вообще, это уникальная водоросль, у нее нет вообще корневой системы. То есть она не крепится к песку, там, ко дну. Она свободно плавает и у нее очень быстрое размножение. То есть она там за сутки, там вдвое увеличивает свою массу. Ну, соответственно, представляете, что такое при отсутствии течения, да, и при долгой жаркой погоде. То есть она прям реально разрастается. И, что интересно, она вообще обитает в акватории Черного моря, потому что для нее это нормальная теплая вода, где она может спокойно там увеличиваться в размерах и перемещаться. Причем она еще и вредоносная для акватории, потому что она с собой заменяет ряд других водорослей, которые, соответственно, более полезны для акватории Черного моря, не только для любого водоема. Кстати, вы можете сейчас наблюдать, очень-очень много людей пришли на утреннее купание. Напоминаю, время 6 утра, начало 7-го. И это прям, знаете, очень такой большой контраст между теми, кто еще не лег спать, и тем, кто уже проснулся. В море у нас, в Черном море, плавают целые острова небольшие, да, вот этой вот камки, вот этой кладофоры. И почему, например, да, вот резонный вопрос, почему мы ее наблюдаем там только в Анапе или на Азовском море, все очень просто, из-за того, что течение, и еще сейчас один немаловажный фактор расскажу, будете смеяться. То есть для этой камки еще благотворно влияют минералы, которые приносят в акваторию Черного моря, в частности Анапу, канализационные стоки, не фекалии, даже не порошки. То есть вот этой вот водоросли, которая очень-очень быстро размножается и мешает акватории нашей и нашему отдыху, эстетическому восприятию именно минералы, которыми богата вот эта вода, очищенная очистными сооружениями. И проектировщик, который придумал, собственно, да, где выпустить эту трубу в море, наше Черное море, немножко просчитался. Ведь все мы знаем, что течение идет с Новороссийска в эту сторону. И, соответственно, даже если они ее вынесли практически за пределы города, да, вы знаете, что это в районе высокого берега, туда уже на диких пляжах, то, соответственно, вся вода, выбрасывая мостоками, соответственно, очистных сооружений, она приплывает течением в Анапу, в сам город и на пляже Пионерского проспекта. Именно поэтому здесь ее так много. Почему нет в Сочи? Потому что, опять-таки, там вода так быстро не прогревается, и на глубине она достаточно прохладная, что не способствует, да, размножению вот этой камки, как мы уже выяснили. Это не исключает того развития варианта, что когда-нибудь, может быть, да, если вообще будет очень-очень слабое течение, или будет там у них с апреля месяца плюс 40, жара давить, не исключает вероятности возникновения вот такой вот камки, которую мы называем кладофору, соответственно, и в Сочи. Просто, видите, в Анапе не повезло с проектировщиком трубы. Сейчас вроде как строится новая, да, труба, которая уже будет выходить в 3 километрах от моря, но, мне кажется, это не особо поможет, хотя, на самом деле, было бы очень здорово перепроектировать вот эту вот трубу, которая еще увеличивает риск возникновения кладофора в нашей акватории. Вообще, у нас в Анапе есть несколько видов, да, и один из видов водорослей, он больше похож на траву в привычном восприятии, то есть не такие вот коврик, да, махровый, а именно вот как колоски листиками зеленые, это у нас взморник. И взморник как раз-таки хорошая водоросль, она как раз-таки крепится, это песчаные скопления взморника, это луга песчаная, вот так вот их можно описать, то есть они именно на песках, не на камнях, вот этот видор водорослей, вы его можете встретить, знаете, когда очень-очень большой шторм, и ее иногда тоже прибивает к берегу, и на песчаных пляжах в том числе. То есть взморник – это нормальная водоросль, которая самая красивая, можно сказать, именно на песчаных пляжах, то есть раньше многие наверняка, когда плавали именно на песчаных, получается, пляжах Анапы, Витязева, именно занимались подводной охотой или любительской просто съемкой, наблюдали большое скопление рыбок и красивые вот эти вот зеленые водоросли, это действительно наши были черноморские луга подводные. Сейчас в чем проблема, да, еще вот этой кладофоры, то, что она, так как она пятнами, да, ложится, то есть она затемняет доступ света к вот этим вот взморникам, и, соответственно, потом она еще и прикрепляется к этим взморникам и, соответственно, их уничтожает. А так как более доминантной является кладофора, то, соответственно, идет большое истребление вот этого полезного вида водорослей взморника в нашем Черном море, и, к сожалению, вот эту комку, да, ее едят только определенные виды креветок, которые невозможно сюда завести в том количестве, чтобы у нас, в принципе, вот этой вот бяки не было. Но мы ее называем бякой, потому что она источает сероводород, и это сравнимо, да, по запаху, как будто сточные трубы сюда что-то, ну, фекалии выбросили на берег. На самом деле нет, все в норме. Это же фитопланктон, самый обычный, просто для моря не очень полезный, потому что вот он, в принципе, убивает немножко флору и, собственно, портит акваторию нашей Анапы. Конечно, с этой штукой нужно бороться. В Евпатории на некоторых сайтах писали, что, ну, это было в администрации, по-моему, какой-то сайт, именно официальный ресурс, писали, что камку нельзя убирать, пока она не высохнет, а люди жаловались еще и на то, что ее увозят и опять в воду сбрасывают, уже высушенную вот эту кладофору, объясняя это тем, что кладофора очень полезна для акватории, убивает микроорганизмы. На самом деле нет, ребята, это просто нежелание убирать ее. Вот сейчас мы видели трактор, а он, собственно, вот там вот и стоит, то есть чистят, ее нужно убирать, она не приносит пользы для акватории, но при этом, вы удивились, она приносит пользу людям. Да-да, ребят, те самые, кто не любит эту камку, она приносит пользу. И вот сейчас это сделано не ради того, чтобы там вы начали бегом мазаться, да, вот этой камкой, просто это действительно доказано. Для людей, у которых есть проблемы с опорным двигателем, аппаратом, ревматизмом и бронхиальной астмой, эта камка, она действительно обладает целебными свойствами, и это доказано, то есть тут мы не обманываем. Но именно камка, да, не путать с фекалиями. Вроде как у нас в Анапе вот этот коврик, это и есть камка, то есть это не фекалии, иначе бы тут был бы совсем другой узор и совершенно другого запаха. То есть, в принципе, здесь запах обычных водорослей морских, собственно, которые высыхают под воздействием солнца. Один из выходов данной ситуации, это как минимум, как минимум поменять направление или поменять трубу в другое место и отправить либо в то течение, куда она сюда никак не приплывет пока. Также у нас есть три вида различных водорослей, которые не на песчаных пляжах. Наконец-то, да, мы добрались до самых красивых водорослей. Тот самый наш подводный мир именно на, получается, пляжах каменных, галечных, высокий берег в сторону Васильска, в общем, всех остальных пляжей. Это не касается не только Анапы, да, но и там Сочи, Юнджика, Туапсе, то есть везде, где есть более-менее каменные, галечные пляжи. Так как это целая экосистема, то и разновидностей около сотни, но можно выделить там несколько типов. Вот три типа. Зеленые, про которые я уже говорила, да, бурые и красные, это багрянки. Сцитосифон и энтероморфа. Это тоже зеленая водоросль, она активно разрастается только в теплые весенние дни. То есть и спешат размножаться, ведь с приходом жары, лета, она пагубно отражается на жизни этих водорослей. Собственно говоря, да, сцитосифон и энтероморфа, собственно, начинают свести весной, а потом к ним на замену приходит кладофора бродячая. Вот это вот та самая, которую мы ненавидим и не любим. Ульва. Это еще третий вид зеленой водоросли. Это морской салат. Вот он как раз-таки похож внешне на шелковый, легкого цвета, светло-зеленого оттенка пластины. Некоторые путают с обычной морской капустой, но нет. Ламинария встречается не в акватории Черного моря, ее у нас нет. Еще одна водоросль, только уже красная, калитом неон. Красная водоросль считается одной из наиболее красивых растений на Черном море. Ее веточки похожи на милые крошечные веера, сверху на камнях, лежащих глубоко. То есть вот эти вот вид водорослей, калитом неон, вы можете видеть как раз-таки на большом утрише. Вот я несколько раз и Юра частенько, когда плавал под водой, снимал водоросли. Вот как раз-таки красненькие, это вот калитом неон. Есть еще один вид багряного только цвета, цираниум ресничатый. Тоже его можно увидеть в суко и на большом утрише. Багряного цвета растет ближе на мелководье. Его можно собирать для создания гербария, ведь у растений имеется скелет. На веточках видны много маленьких поперечных полосок. Это известковые колечки, помогающие водоросли сохранять естественную форму. Потом и водоросли, да водоросли. Это что же, водоросли просто вот определенные. Ой, сейчас опять трактор выезжает. Молодцы, конечно, ребята работают. Даже могу похвалить, что они сейчас к приходу туристов все-таки это подуберут. Сперва знаете, как эта камка на самом деле называется. Кому она полезна, да, это нам. И кому она не полезна, это вот акватория Черного моря, взморнику хорошей, полезной водоросли. Температура воздуха, кстати, допустилась до 22 градусов. Но так как сейчас еще 6 утра, будет жариться, теплеться. В море я замеряю сейчас погоду, температуру моря буквально через 3 минуты. Ну и, соответственно, тоже поделюсь с вами этим видео. Сейчас я туда проберусь, где вроде как расчистили немножко заход в воду. Так, в общем, мы зашли сами в водичку. Тут же у нас мелководье, знаете, вот этот прям песочек, песочек. Пляж лечебный. Мы чуть-чуть дальше отошли от пляжа Сан-Торте, где еще не до конца убрали. Так, видите, я тут совсем чуть-чуть прошла. И, ну, в относительно чистую водичку зашла все-таки. Смогла зайти. Далеко уже отошла от берега. О, вот здесь вот, кстати, прохладнее водичка. Ну, вы знаете, намного теплее, чем, казалось бы, вчера была вода. В принципе, самое то для морского утреннего купания. Вот, кстати, водоросли, которые я уже говорила, это взморник. Видите, оно... Сейчас вам даже покажу, как... Эй, тихо-тихо. Как травинка. Вот он, этот взморник. То есть вот эта травинка, которая разрасталась в луга. То есть, видите, ее можно в луках подержать, она не разваливается. Вот, сразу вам показала и второй вид водоросли, который исчезает постепенно в нашей акватории. Долго стоять не буду, потому что температура 22 была воздуха. Море чуть-чуть холоднее. То есть сейчас она начнет обратно остывать. Ну, чуть-чуть совсем не сильно холоднее. Наверное, градусов 20-21 будет. Я надеюсь на это. Но, опять-таки, здесь мелководие. То есть там на глубине подальше, где вот женщина купается, там может быть и прохладнее. Вообще здорово наблюдать утреннее купание людей. Пришли, солнечные ванны принимают. И заодно в это время еще и загорать не опасно. И можно покупаться в относительно чистой воде. Вообще центральный пляж Анапы пустой. Я видела только, когда у нас был коронаминус. Совсем недавно вроде как относительно. Очередной трактор уехал. Забрал с собой, кстати, пакеты с мусором. Пляжи убирает. Здорово. Приятно видеть работу МУПАКУ Анапы. Похвалить хочу администрацию. Но это, в принципе, и есть их работа. Но все равно большое спасибо, что они не отлынивают от своей работы. И действительно помогают сделать наши пляжи и наш курорт лучше, чище. Есть много проблемных точек. Особенно Витязево. Витязево нашим. Но сначала город, первостепенный город и центральный городской пляж. Поэтому ничего здесь плохого нет. Наоборот, порадуемся за тех, кто отдыхает сейчас в городе. Туда уже, видите, пошли камни. То есть все. Здесь вот заканчивается песчаный пляж. Можно сказать, я так на границе нахожусь с песчаного пляжа лечебный. Он тут в грязи лечебный. То есть здесь тоже там в свое время были камни. Потом навозят каждый раз песочек. Все новый и новый. А вот уже от речки Анапки там песок естественное происхождение. То есть там он уже не привозной, не завозной. Ну, в общем, кто там отдыхает и приходит сюда, они могут даже почувствовать качество песка ногами, ощутить разницу. Кто бы что ни говорил, все равно у нас в Анапе хорошо. Теперь, может быть, благодаря информации. Я надеюсь, не слишком заумно рассказывала. Но очень на самом деле понятно. Я сама, когда вчера ночью наткнулась на все эти статьи, смогла разобраться вообще, насколько эта водоросль вредна, не вредна, полезна, не полезна. То есть, что бы вам ни говорили, для моря эта водоросль не полезна. Она убивает акваторию. Для человека эта водоросль, в принципе, полезна. Но опять-таки, ой, тут столько маленьких рыбок. Нет, я вам, наверное, их не смогу передать. Они будут не видны на этой камере. Я их сама-то еле-еле ощутила. Своим глазом еле уловила. Так, ну, смотрите, температура воды, в принципе, падает, падает, падает. Но куда еще больше падать-то? Она больше падать не будет. Вот, давайте я вам покажу. Расскажите, пожалуйста, всем друзьям, что такое камка и стоит ли ее бояться. То есть, пусть не пугаются, дышат полезными водорослями. Так, 21 градус. Слушайте, ну, как я и сказала, я прям как в воду глядела. Какие фразы выдаю с утра пораньше. С добрым утром еще раз. Для тех, кто посмотрит это видео, когда проснется, я думаю, что я выложу быстренько, как-то приеду домой, смонтирую и сразу выложу этот сюжет. Просто хотелось бы рассказать вам и показать, да, наглядно, что это такое. Вот, кстати, она на дне. Даже попробую руками. Тут в них, видите, они вот как, действительно, как кисель, как сопельки. Но, видите, потому что у них нет корневой системы. Они вот такие вот нитчатые. Они действительно при высыхании очень сильно на нитки. Похоже, вот, частички этих ниток. Но сейчас они опять мокрые, влажные, потому что я их воду загнала. А так, в них прячутся маленькие рыбки, мальки. То есть они служат своеобразным укрытием. Хорошо это или нет, но вообще экосистема такая вещь, что она должна существовать. Так или иначе, со своими плюсами и минусами. Но для нас и для акватории все-таки лучше, чтобы этой камки было меньше. Чтобы она не так разрасталась. Но за счет того, что у нас очень теплое море, теплее, чем в Сочи, где нижники в других курортах, у нас прям вот с этим прям бич. И это хорошо, если они сейчас вывезут наконец-то. И, может быть, она не успеет разложиться до такого состояния, когда она прям начнет вонять. Но так нормально. Приходите, мажьтесь, вот, пока она зелененькая, пока она не такая противная. Ничего в этом плохого нет. Я хотя бы стала теперь безболезненно ходить по ней. Это не так уже противно, зная, что она мне не помешает и никак не навредит. Даже стало немножко приятнее, чуть-чуть. Надо только как-то ее сейчас... Нет, она не отряхивается. Ладно, принесу домой еще очередной клубок водорослей. Это уже второй день будет подряд, когда я притаскиваю вчера в купальнике. Принесла сегодня вот отсюда. На этом все, друзья. Пишите комментарии, стали ли вы относиться к этой воде, если по-другому, или все равно она вам не нравится. В любом случае, по крайней мере, для вас она точно безобидна, а даже в некоторых случаях и полезна. Плохо морю, но, видите, будут строить новую сточную конвекционную трубу. И она будет дальше выходить в море. Может быть, изменится ситуация. По крайней мере, до строительства первой трубы, которая была на 2 км от берега, канки особо не было. Был подводный мир красивый, и витязевый, и в джимите, песчаные пляжи. Но, может быть, как раз сейчас остановят периодическое цветение этой канки и сделают акваторию более насыщенной. Появятся вновь большие луга взборника, будут вновь красивые подводные виды, но об этом мы узнаем позже, когда введут в эксплуатацию новую сточную трубу. На этом все. Пишите комментарии всем. Пока-пока. С добрым утром еще раз, Сони.